шалом друзья мессианская община возвращенной на сион и студия уазис медиа исхаев и мы приветствуем вас я сегодня хочу немножко поговорить о втором послании тимофея 3 главе эти места немножко такие кризисные и некоторые говорят вот последние дни в которой мы живем и вот поэтому все так на самом деле можно на эту ситуацию посмотреть несколько иначе хочу сразу сказать что когда павел пишет тимофею мы должны учитывать что он пишет своему ученику который в отличие от павла находится в бывшей языческой среде среди празелитов людей которые далеки от пониманий израиля а павел хочет чтобы тимофей основывался на том что дано израилю ведь уверовавшие в еще язычники стали наследовать многие из благословений израиля и поэтому по сути апостол павел просто через тимофея говорит те стандарты которые были приняты в еврейской среде и когда он говорит этим не евреям уверовавшим скажем в ефесе или в каком-то другом месте но в данном случае тимофей чтобы он передавал и наставлял людей давая им возможность не только видеть что-то плохое но павел он как бы выстраивает перед ними зеркало говоря люди вы видите вот эти вот отрицательные вещи вокруг смотрите на себя в зеркало смотрите не заразились ли вы этими отрицательными вещами вам нужно светить светом и он как бы дает нет прямую ссылку на малахию который говорит и будут никогда положу разницу между уверовавшими между боящимися господа и между людьми которые отрицают бога которые вызов выбрали для себя путь без божия давайте прочитаем эти стихи у меня есть еще несколько дополнений пояснить чтобы легко понять и прочитать то о чем здесь написано и так я читаю второе послание тимофея 3 глава с 1 по 8 стих скажем так знаешь что в последние дни наступят времена тяжкие люди будут самолюбивы сребролюбивы горды надменны злоречивы родителям непокорны неблагодарны нечестивы недружелюбны непримирительны клеветники не воздержаны жестоки не любящие добра предатели наглы насыщены более сластолюбивы нежели боголюбивы имеющие вид благочестия силы же его отрекшиеся таковых удаляйся к сим принадлежат те которые вкрадываются в дома и обольщают женщин утопающих во грехах водимых различными похотями всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины как имрии и амрии противились моисею так и сии противятся истине люди развращенные умом невежды вере и так здесь начинается со слов знаешь что в последние дни я в предыдущих коротких комментариях говорил что когда есть выражение в последние дни это не совсем правильно воспринимать как вот это окончательные вон те самые дни когда антихрист когда то это простое выражение говорит последующие дни дам простой наверное пример если вы посмотрите свои счета за электричество и за интернет в этом месяце наверняка они больше чем год назад в этом же самом месяце почему потому что человек привыкает хорошему и всегда пользуется немножко больше тем что его удовлетворяет таким образом эта динамика распространяется как и в добре так и в зле и понятно что какие-то вещи становятся более накаленные в отрицательном смысле но павел через эти стихи не хочет заострить наше внимание на том плохом он как бы говорит нам вы должны соответственно светить большим количеством света но после павел начинает давать характеристики грехов которые сопровождают поколение которое вокруг нас прежде чем мы перейдем к обозре об к разбору этих грехов к попытке понять о чем здесь говорится я хочу вам рассказать вообще о иерархии греховной которая существует священных писаниях и вы знаете в если мы открываем пятьдесят третью главу исаи и большинство верующих людей знают что это глава говорит о страдающем мессии то здесь мы видим целое описание о том искупление по сути в пятьдесят третьей главе исаи все евангелие заключено в одной главе о страдающем машине который приходит и искупает нас и который потом воскресает который с довольством смотрит на плод своей его труда перед господом богом здесь даже сказаны подробности о похоронах что его хотели похоронить с разбойниками а похоронили у богатого человека ну мы знаем евангельскую историю но когда ты читаешь эту главу на иврите здесь показан целый ряд очень интересных моментов и эти интересные моменты я вам сейчас скажу в каких местах записаны вы сможете если захотите прочитать эти слова на иврите и понять но я хочу вначале прочитать во первых здесь показано некоторых психологических состояниях души что мы что еще а нес на себе не только наши болезни но даже депрессию нашу не у нас на себе тут записано в иврите но я хотел сосредоточиться сейчас не на этих местах она как это правильно сказать на уровнях грехов которые покрывает жертвам ашиаха которых грехах здесь рассказывается вот если мы читаем пятую 5 стих 53 главы то здесь сказано он был известлен за грехи наши и мучим за беззакония наши и там в иврите в этом слове написано пшаэйну пеша это самый высокий уровень греховности и переводится здесь переведено как беззаконие но наверное правильно преступление или или обдуманное тяжелое преступление в сегодняшней юридической системе израиля беззаконием называются вещи когда кто-то кого-то избил убил крайне тяжело изранил надругался ограбил это уровень беззакония крается в еврейском кодексе судебном скажем от пяти до пожизненного от пяти лет заключения до пожизненного заключения это называется беззакония вот как пеша вот в этом пятом стихе записано в восьмом стихе есть другое обозначение греха и здесь сказано от уз и суда он был взят но род его кто изъясни изъяснит ибо он отторгнут от земли живых за преступление опять повторяется здесь я прошу прощения еще раз повторяется пеша за преступление за то что среди израиля или в среде всего мира были так называемые тяжкие преступники люди бийцы убийцы насильники разбойники и жертва машеха покрывает вот этот самый тяжелый уровень преступления но я возвращаюсь 6 стих все мы блуждали как овцы совратились каждый на свою дорогу и господь возложил на него то есть на машеха здесь написано по-русски грехи всех нас на иврите написано слово а вон а вон это вина это второй по тяжкости уровень греховности то есть самый высокий пеша преступление или беззаконие как в русском переведено от пяти лет тюрьмы до пожизненного и даже выше а вон это что-то скажем от нескольких месяцев тюрьмы до пяти лет это когда человек украл чего-то не умышленно или немного умышленно подрался и на внес определенный ущерб кому-то короче вещи нехорошие но не крайне тяжелые и это в еврейском тексте исаи названо а вон повторю самый тяжелый пеша второй а вон и 3 который считается самым легким он записан в двенадцатом стихе 53 главы исаи здесь написано посему я дам ему честь между великими и сильными будет делить добычу за то что предал душу свою заст на смерть и злодеи злодеем причтен был когда тогда как он понес на себе грех грех на иврите тахет многих и здесь написано слово head из-за преступников сделался ходатай грех или head как многие говорят и наверняка многие знают он происходит от еврейского слова heads или стрела и часто говорит о том что человек целился хотел сделать хорошо но получилось как всегда промазал немного то есть хотел амбицию проявить а проявил зависть хотел про ими проявить некую консервативность а проявил жадность ну то есть хотел сделать как-то правильно а вот его понесло хотел любви а попал в блуд ну понимаете о чем я говорю то есть есть разные уровни греховности так вот когда во первых хочу отметить что жертва машеха искупает нас от всех этих уровней и от греха самого низкого и от авона вины и от преступлений беззаконий все это покрывает жертва машеха и в этом мы должны быть просто крайне благодарны богу так вот когда апостол павел пишет в посланиях тимофея о грехах он говорит здесь о самом низшем уровне ахет которые проявляются в нас и он не говори здесь не право он вину не про преступления к этому нужно относиться уже с определенной реабилитацией которые нуждаются люди чтобы быть свободными ну через силу машеха разумеется через силу и шо через действие святого духа но как вы сами понимаете люди которые погрязли в авоне или в пеше в вине или в преступлениях нуждаются быть заключены в какие-то рамки чтобы враг опять не побудил их делать зло но здесь павел говорит именно об этой самой наилегчайшей форме но даже эту наилегчайшую форму я хотел бы на разделить на четыре уровня потому что здесь все что здесь записано это связано с неким интерпретацией которая существует в торе и вы знаете такое выражение в торе что не желай ближнему того чего себе не желаешь и если ты любишь себя то ты любишь и ближнего своего и вот на этих тараницких или таро высказываниях или принципах по сути базируются вот эти выражения павла со 2 по 5 6 стих второго послания тимофея 3 главе давайте разберем это чуть чуть подробнее итак я хочу в этих грехах то есть самых низших по тяжести грехах которые окружают нас разделить их тоже на 4 подкатегории первую подкатегорию я бы назвал эгоизм эгоизм это когда человек любит себя слишком много если вы поговорите с любым психологом то человек который не любит себя обычно имеет целый ряд психологических проблем то есть мы должны любить себя и как минимум два три четыре раза в новом завете писание говорит мы должны любить ближнего как самого себя то есть мы должны иметь уважение к себе к своему телу к своему имуществу к своим целям и тогда стеня себя мы ценим подобные вещи и в ближних своих но когда наш баланс зашкаливает когда мы начинаем слишком себя любить и впадаем то что называется эгоизм мы начинаем быть самолюбивы сребролюбивы горды такие нарциссы надменны и злоречивы то есть павел говорит дорогие братья и сестры посмотрите в зеркало и посмотрите не любите ли вы себя слишком слишком мало тоже не надо себя любить но слишком много это очень опасно потому что это может ввергнуть в вас в такой нарциссизм который просто будет отравлять вашу душу второй вторая подгруппа которая говорит здесь павел он будет родителям непокорны неблагодарны другие переводы говорят не подчиняющиеся родителям неблагодарны здесь я хочу немножко подискутировать по поводу перевода поскольку мы знаем что что апостол практически полностью ссылается на тору нам важно понять здесь что по всей видимости перевод здесь вообще неправильным потому что тура никогда не говорит о подчинении родителям если мы читаем 10 заповедей то там сказано к бэд это виха вэт и меха в одном случае начинается с авиха уважали почитай отца и мать своих в другом случае сказано к бэд это и меха в виха твою маму почитай и отца твоего почитай почитай уважай воздавай должное это совершенно другое чем подчиняйся но многие люди всегда интерпретируют данные слова мы должны быть в сугубом подчинению своих родителей и это рождает целый ряд балагана на самом деле есть место подчинения родителям разумеется пока человек несовершеннолетний и даже старше чем несовершеннолетний он должен подчиниться своим родителям они платят за него не кормят его и он должен соответствовать формату их понимание общественной жизни всего скажем дома принято не приходить после 11 и дети которые находятся на определенном попечении родителей должны исполнять данный стандарт но когда человек становится взрослее нет речи о подчинении есть речь об уважении по всей видимости вот эти стихи часто читались в некоторых местах там куда прошла вера в ешуа а там были культы подчинения родителям и эти вещи трансформировались в несколько натянуты или преувеличены образ мы должны да быть уважительны и благодарны своим родителям но а подчинение до определенного возраста это не значит что потом мы должны ругаться с ними не дай бог я не имел этого в виду но я имею в виду что мы не обязаны если родители так сделай так сделай так сделать а мы взрослые люди мы решаем как нам делать нет никакого осуждения в этом случае но если мы не уважаем своих родителей мы просто попадаем в большую проблему и писание говорят так кто почитает отца и мать тот будет благословлен и дни жизни его будут продлены и все вот это очень сильно напоминает когда мы кушаем еду подсоленную и и умощенную разными приправами мы знаем что это не только вкус дает соль и приправы они еще дают здоровье и вот таким же образом если мы почитаем уважаем своих родителей и благодарны им это благословляет нас и продлевает нашу жизнь третий подпункт который я хочу здесь сказать я сказал первый это личный эгоизм второй взаимоотношения с родителями третье основывается на личном эгоизме и взаимоотношении с ближними моими то есть если я захожу своеобразный нарциссизм горжусь и чувствую только себя пупом этой земли то тогда я становлюсь нечестивым недрюжелюбным непримирительным клеветником невоздержанным жестоким не любящим добра мне легко предать я наглый напыщенный и это формулировка как мы не должны поступать по отношению к нашим близким опять-таки апостол павел здесь как будто ставит перед нами зеркало и говорит посмотрите если вы сбалансированы в своем сердце если у вас на правильном месте отношения к самим себе и господу богу то вы будете правильно без экстрима максимально миролюбивы примирительны и добры и дружелюбны с ближними вокруг себя и тогда это также вас будет благословлять вот три подпункта я сказал сейчас 4 и я его назову несколько жестким словом и она наверно звучит примерно так паразиты в общине верующих в мессианской общине в церкви в общине просто неважно где существует такое явление как паразиты про это многократно написано особенно в новом завете и естественно есть такие подобные места в священных писаниях последняя недельная глава была на эту тему про короха который по сути имея много даров стал паразитом для народа израилева и принес большие проблемы так вот в новом завете про это тоже неоднократно говорится мы читаем в одном месте сказано господи чтобы эти люди не были с нами то есть про паразитов есть одно интересное место из откровения и я слышал очень интересный перевод там сказано и я ненавижу дела николаев и вы помните это в откровении записано так вот некоторые истолкователи говорят что николай это был один из диаконов первой церкви который отошел от господа бога и стал учить разврату это одна из версий толкования некоторые говорят что слово николает это неправильное переведенное слово нухлим которое в иврите звучит очень близко но хель это паразит которые присасываются к телу господнему и начинают манипулировать и лидерством и членами общины сосредотачивая все внимание на себе и таких нужно увещевать наставлять отрезвлять и если не хотят этому подчиниться то просто просить их оставить общину к сожалению такие вещи случаются но хлим паразиты и это очень сложная тема как выделить паразита как не наделать экстремальных и неправильных вещей поэтому я вам хочу сказать я имею опыт руководства община примерно 20 лет и знаю что здесь получается хорошо 50 на 50 в некоторых случаях нужно реально собрать старейшин подойти к человеку который просто разрушает своим эгоизмом и своей присососностью к общине высасывает из всех внимания силы энергию попросить удалиться такового а в некоторых случаях человек берется за голову и кается перед господом богом и исправляет свои пути то здесь нужно быть крайне аккуратным но давайте посмотрим о чем говорит павел и он говорит именно о паразитах почему я так думаю смотрите он говорит так люди будут более ста сластолюбивы нежели боголюбивы то есть они будут искать своего вместо того чтобы искать божественного имеющие вид благочестия силы же его отрекшиеся то есть они будут играть в посреди собрания верующих таких блага лепе и святы неходящих людей божеств но плодов у них не будет и как павел советует их проверить он год от таких удаляйся потому что таких ты можешь легко увидеть каким образом они любят находить себе слушателей особенно женщин которые тоже не устоялись в вере которые обузданы свои не обузданы своих страстях и вот эти вот паразиты будут изыскивать этих дамочек и будут стирать им в уши и естественно там не будет чисто все там будет и грех и все подобное эти паразиты могут делать вид постоянно учащихся людей но павел год никогда не могущих дойти до познания истины то есть всегда у них будет недостаток плода и после этого павел говорит тимофею два имени которых мы не встречаем священных писаниях как и они и и амбрий противились муше по некоторым преданием еврейским это имена двух волхов волхвов которые были помощниками и советниками фараона они практически сразу поняли что когда муше делал чудеса за его чудесами стояла не сила человеческая но сила божья вначале не даже пытались конкурировать с божественными чудесами но для них все было понятно практически сла сразу они же продолжали обманывать фараона что муше просто более высокого ранга колдун и таким образом они нас нанесли по сути непоправимый ущерб как египетской экономики так и египетскому населению потому что удары божественной справедливости на упрямство фараона практически разрушили практически разрушили древний египет и поэтому павел когда говорит с тимофеем он говорит ни в коем случае когда люди начинают упираться и ты видишь что они понимают тебя будь очень аккуратен с этими людьми потому что они могут внести заразу заразу непоправимые горький корень в среду общины и разрушить ее и именно вот эта идея здесь присутствует и так друзья чтобы подвести маленький такой conclusion последние дни это последующие дни и мы не знаем о том последнем самом последнем дне но я думаю что господь не оставит верующих в тьме и покажет своим детям правильно как реагировать на каждые времена и сроки второе когда павел здесь говорит о списке грехов это самый низкий в категории грехов настей есть намного более сложные грехи в которых есть искупление в крови еще спасение и реально выход на свободу но в некоторых случаях на более высоких уровнях нужна еще какая-то в какой-то формат дисциплины в данном же случае все это говорится о нашем внутреннем характере и павел перечисляет все эти вещи ставят перед нами зеркало говоря друзья смотрите в зеркало и исправляйте себя не ищите большие бревна или маленькие бревна в чужих глазах а в своих пропускающих большие бревна реально конструкции греховные пусть бог поможет нам жить свято и не грешить и мы веруем что в ешуа мы можем побеждать и в это время свет наш до светит ну так нам советует писание мы чувствуем это беруаха кодиш в духе святом я желаю вам всем благословения я желаю вам стоять в вере и пусть бог благословит нас шалом